Ребят, в этом видео я докажу, хотя наверное докажу слишком громкие слова, наверное я приведу свое видение ситуации, которая у нас с АМХ М4 МЛЕ 54 обстоит вообще с новой веткой сверхтяжелых, точнее сверхбронированных французских тяжелых танков, да. Я свое видение приведу и все-таки скажу, почему, на мой взгляд, эта ветка не выстрелит. Не выстрелит, она будет просто-напросто никому не нужна. Это мое мнение, ребят, и как бы я его не хочу никому навязывать, но тем не менее, мое мнение таково, что если вы сейчас подумываете о том, что может быть мне надо прокачать там Супер Конкер, или прокачать там допустим китайский ВАЗик ВЗ-111, да, вот этот вот новый альтернативный ИСУ-7, да, если вы вот мучаетесь этими вопросами, какой танк сейчас качать, то все из нас привыкли, что новые танки, которые выходят, да, там каждый раз, как появляется какой-то новый танк, они прям реально гнут, прям вот реально, они рандомно гибают прям по полной программе, то есть являются такими имбочками, которые реально стоит вкачать для того, чтобы покайфовать до того момента, пока все к ним не привыкнут, не научатся с ними эффективно бороться, или где-то что-то как-то их не понерпит. Так вот, ребят, Млешка 54, хоть мы и будем говорить сегодня исключительно о ней, держите себе в голове где-то и 9, и 8 уровень, она, на мой взгляд, не будет такой вот востребованной имбой в рандоме, потому что я ее имбой не читаю. Начнем с того, что я сидел и ломал голову, а почему танк, который мы все так долго ждали, на тесте, по сути, ну, никому не нужен, на нем практически не катают, а все, кто на нем катал, отзываются о нем нелестно. Я предположил, и в принципе мое предположение имеет место быть, что это связано с завышенными ожиданиями, а причина завышенных ожиданий, это в первую очередь, конечно же, и мои видео, и видео других людей, которые, посмотрев просто сухие характеристики этого танка в ангаре, увидели там просто в лобу корпуса от 300 до 330 миллиметров брони, даже в НЛД свыше 300, нижней лобовой детали, то есть обычно слабленная зона, увидели там больше 300 миллиметров приведенной брони. И это как бы дает нам такое, ну, знаете, мнение, что танк очень хорошо бронирован с лба. При этом, ребят, надо не забывать еще, что у танка очень хорошо бронированная башня, правда, у нее есть уже найдены ослабленные зоны прямо в маске орудия, там всего лишь 300 миллиметров, но, опять же, 300 миллиметров это тоже как бы хорошая броня. Ну, и про лючок я молчу, лючок, конечно же, это является Ахиллесов, лючок, он, наверное, у всех танков присутствует, практически, опять же, у всех. Есть редкие исключения, которые лишь дополняют правила. Так вот, я подумал, что, ну, игроки как бы подумали, что этот танк будет хорошо бронирован, да, и он не оправдывает их ожидания на тесте, потому что тут все стреляют голдой. И реально, пробитие большинства голдовых снарядов это свыше 300 миллиметров. В среднем 330, 320, есть и 420, соответственно, у ПТшек. Поэтому говорить о какой-то броне у этого танка вообще не приходится. С учетом того, что мы с вами можем, ну, как бы, иногда, конечно, голдой его не пробивают, но здесь, наверное, в первую очередь связано, что у голды тоже бронепробитие, есть разброс плюс-минус 25%. То есть, иногда меньше 300 бронепробития у голды вылетает, поэтому иногда он может и голду танкануть. Но, знаете, нарастить где-то до 350-360 лобовую броню за счет того, чтобы довернуть корпус, на этом танке нельзя. У него с алба есть такие вот щеки, которые при довороте корпуса, их броня становится около 220-230 миллиметров. Соответственно, туда десятки, а в основном этот танк видит на тесте сейчас пока что только десятки, в общем, да они туда и без голды способны пробить. Ну и к чему я вообще все это проголду? И вы, потому что вы мне можете сказать, вот выйдет танк на основу, и там, конечно же, голдой по нему все равно будут лупить, но уже меньше. Потому что, ну, как бы, игроки экономные, стараются лишний раз голдишкой не пулять, если не уверены, что пробьют. Да и вообще, не у всех есть на это средства, чтобы голдой пулять в обычном рандоме. Это вообще отдельная тема, не хочу я сейчас касаться, вообще, просто не хочу. Но, ребят, подумав, подумав, подумав пару недель насчет этого танка, я пришел к выводу, что особо ситуация в рандоме не изменится. Объясню почему. Да, ББшками его в лоб взять достаточно тяжело, если не выцеливать ему, конечно, лючок командирский. Но при этом, ребят, у танка броня есть только с алба. Борта у него убер-картонные. Для того, чтобы уверенно танковать противника, к противнику надо стоять исключительно прямо вот прямо лбом. Но у нас в рандоме зачастую бывают ситуации, когда противники немножко с разных сторон вас атакуют. Не то, что прямо один спереди, другой сзади, да? Один чуть левее, другой чуть правее. И вот прямо вот в данной ситуации вы видели моменты, когда чуть-чуть отворачиваешь башню и уже подставляешь не толстую часть башни, а ее борт в 80 миллиметров. И, конечно же, десятки туда без проблем пробивают. То же самое и с корпусом. Если ты пытаешься танкануть одного противника, ты подставляешь как бы каточек свой, за которым, опять же, нет брони, другому противнику и туда будет залетать. В общем, можно сказать, что танк с алба хорошо бронирован, но в нашей игре это ничего не дает. Давайте вспомним аналоги этого танка. Премиум танк АМХ МЛ-49, восьмой уровень, абсолютно такая же компоновка корпуса и башни, практически один в один. Что мы видим? Этот танк попал в число одних из самых непопулярных премов, хотя, по сути, у него есть потенциал. И, например, в топе, если противники вас недолбят со всех сторон, а вы танкуете где-нибудь на банане исключительно лбом, вы можете на нем показать хорошие результаты. У нас еще один танк есть с очень хорошей лобовой броней, это Гусь, опять, который многими был приобретен в том году, но вы его практически сейчас в рандоме не встретите. И тут причина не только в том, что это льгот, который играет все время с одноуровневыми танками, да, редко стал попадать в топ, но и в том, что, опять же, концепция броня только с алба у нас в игре не очень хорошо заходит, как оказалось. Просто вот, ну, практика показала. Если у тебя нету более-менее адекватной бортовой брони, ну, взять, например, того же Тапка, да, у него тоже только с алба хорошая броня, но при этом и он может немножечко ромбики ставить. Прям, ну, вот, ну, вот самую малость ромбики может ставить, поэтому он уже более-менее отыгрывает. Вот такие французские борта, да, французский картон, он не дает возможности хоть какой-либо ромб ставить. Когда вы пытаетесь выехать из-за поворота, там, вам все равно хотите, не хотите, приходится выезжать немного под углом. И, в общем, здесь вас подлавливают и наносят дамаг. При этом, ребят, вся неприятная ситуация с этим связана с тем, что разработчики, как бы, считают, что этот танк с алба хорошо бронирован, и за счет этого нужно ослаблять какие-то его другие параметры, да. Ну, например, не дать ему много ХП, или лишить его какой-то подвижности. Я просто вам скажу, что у этого танка подвижность чуть ли не одна из худших тяжелых танков аналогичных, да. Даже у ИСа-7 лучше подвижность, чем у этого танка. Казалось бы, казалось бы, да, где ИС-7, а где французский, у него 15 лошадиных сил на тонну, у ИСа-7, дай бог поймите, 17. Хуже, чем у этого танка, удельная мощность, это, конечно же, всякие Маусы и Е100, я их просто не беру. Но вот очень похожий по геймплею танк, это Супер Конкейер, у него 13, ну, 12,5 там, лошадочек. Вот, и он по подвижности, конечно, ему проигрывает. И, в целом, концепция у них очень схожая. Но при этом у этого танка сильно занижен ДПМ. У него 2200, правда, хоть и на обоих пушках, но 2200. У Супер Коня 2400, и у этого танка можно раскачать максимум до 2800, а у Супер Коня до 3500 урона в минуту. То есть, и к чему это? При схожей концепции игры лучше скачать Супер Коня. Он реально и башкой потанкует лучше, наверное, чем этот, и ВЛД у него тоже там экранирован неплохо, и пушка гораздо лучше стабилизирована, и, ну, о чем тут говорить, урон в минуту гораздо лучше. Правда, у этого танка есть плюсы, и мы о них потом после выхода этого танка на основу поговорим, потому что плюсы здесь достаточно очевидны. Да, во-первых, что мне в этом танке нравится. Вот реально нравится в этом танке, это то, что ему дали два реально очень годных орудия. Это вот, наверное, первый раз у нас в игре, когда реально есть шанс, ну, не шанс, а выбор у игрока, с каким орудием ему отыгрывать. Оба орудия очень хороши, нет какого-то прям яркого аутсайдера. У одного точность 0.29 с хорошо прогатчатым экипажем, это у которого альфа 400 и пробитие 267, одно из самых лучших, если не самое лучшее пробитие не голдовым снарядом на уровне. Ну, правда, альфа 400, но, правда, и ДПМчик на 100 единиц повыше. А у второго ДПМчик как бы не сильно просаживается. Обычно у нас у танков с хорошей альфой, вот сейчас этот бой идет на альтернативном, так сказать, прокачиваемом орудии. И это одна из первых пушек, у которых 560 альфы. Вот реально, 560 альфы, такое мы у немецкого танка, правда, уже видели, но у немецкого танка альтернативы достойной нет. А здесь ты можешь поставить 560 альфы и 250 пробития, если тебя это устраивает. Кроме того, у этого орудия еще и голдовые снаряды. Они хоть и не обладают там с пробитием зашкаливающим за 300 мм, да, но они здесь ББшки с хорошей нормализацией тоже. То есть они могут влететь под хорошим углом с противника за счет такой самой лучшей нормализации у ББшек в 5 градусов. И при этом у данного орудия еще и точность не сильно страдает 0.31 на 100 метров. Да и стабилизация не совсем плоха. В целом, ребят, что я хочу сказать этим видео. Не стройте себе завышенных ожиданий от выхода Млешки 54. Если вам есть что-то другое прокачивать и к чему у вас лежит душа, прокачивайте. По всем остальным танкам гайдов уже полно сделано. Этот танк даже на старте не будет являться, на мой взгляд, скорее всего, имбой. Мы, конечно, его, когда он выйдет на основе, обязательно покатаем и сделаем окончательный вывод. Но на сегодняшний день я не вижу смысла торопиться его качать. На этом все. До скорых встреч. И да, этот бой мы выиграли, но это был даже не мастер.